Всем большой привет из вечернего Прованса! Вы на канале Жизнь Сибирячки во Франции. Я готовлю ужин. Александр пришел с работы. Сегодня жарище у нас. Я даже не смогла выйти прогуляться. Может быть, сегодня вечером. Прям сильно-сильно жарко. Опять жара. Что я готовлю на ужин? Вы меня спрашивали, витализер используешь? То есть пароварку используешь французскую? Использую. Использую. Вот сегодня два раза готовила в пароварке. Вот. Картошечку приготовила мужчины у меня. Запросили со сливочным маслом. Сливочное масло с морской солью. Будет очень-очень вкусно. Здесь у меня я приготовила баклажаны. Знаете, как подаю баклажаны? Сейчас расскажу девочке, которые живут во Франции. Здесь у меня тоже баклажаны, которые я приготовила на пару. Но еще вкуснее готовить баклажаны на гриле. Сейчас у меня гриль занят. У меня там индейка жарится. Я сейчас покажу. Иногда, когда мне лениво, мы покупаем баклажаны вот такие. Они продаются в любом магазине. Видно вам или нет? В магазине Люклер, в Пекаре, девочки. Да, в любом магазине. В заморозке. Они уже вот такие поджаренные на гриле. И что я делаю? Их можно разморозить в духовке, в микроволновке подогреть. А можно на гриле также подогреть. Я вчера подогревала на гриле. И потом на них выкладываешь сыр рикотта. И получается прям супер-супер вкусно. Очень легко. Я обожаю сыр рикотта. Покупаю его. Кстати, купила новый скир из миндального молока. И он мне не подрался. Оказалось, там в ингредиентах плохо посмотрела. Оказалось, сахар в ингредиентах. Я открыла, думаю, что это такое. Что-то вообще такое сладкое-присладкое. А здесь добавлен сахар. И здесь вообще нет белка. 2,7. Ну что это такое? Это не скир. Это водичка. Поэтому я из него испеку что-нибудь. А рикотта мне нравится вот такая. И она у нас... Сейчас покажу вам, девочки. 7% жирности, 7% белка. Она очень-очень вкусная. У нас продается в нашем биомагазине. Ну, в принципе, вы можете найти и другую рикотту. Так что готовим абержины. А это у нас абержины. Это у нас синенькие баклажаны. И потом выкладываем на них рикотту. И базилик. Ммм, получается супер закуска к салату. Или к мяску. Вы меня спрашивали в комментариях, Лена попробовала новый лосьон от Лореаль. Да, попробовала. Мне очень понравился. Единственное, что я его использую сейчас только вечером. Потому что, так как у нас жара, очень яркое солнце. И утром я боюсь его использовать. Он с кислотами. Зимой, может быть, буду использовать и утром, и вечером. Сейчас попробовала хороший. Но я еще им не очень долго пользовалась. Поэтому, мои хорошие, давайте подождем. Когда я попользуюсь несколько недель. Потом я вам дам свое честное, пречестное мнение. Я забыла вам рассказать, что мы, наконец-то, с Владиславом попали в дерматологу. Вы мне многие писали. Сходите с Владиславом в дерматологу. Мы собирались. Но во Франции, как всегда, чтобы взять рандеву у специалиста, у узкого такого специалиста, у профильного, это нужно долго. Как и у зубного, так и у дерматолога. Но мы попали к очень хорошему дерматологу. Сейчас расскажу, что ему сказали. Да, дерматолог во Франции стоит 50 евро визит. Сколько он будет нам возмещен страховкой, я пока не знаю. Потому что давно мы не ходили. И мне кажется, не 100% возмещается. Потом девочке, которая меня спрашивает, я расскажу. Она ему все посмотрела. Особенно я хотела, чтобы посмотрели все родинки. Все замечательно. И, конечно, высыпание на лицей. И у него, как это, это не перхоть, а вот что-то такое подростковое на голове в виде что-то. Ну, похоже на перхоть такие. И поэтому, что она ему сказала? Сказала, что это никакой не грибок, не микоза. По-русски, наверное, точно так же. Это просто подростковое. И что это стресс? Что все это, во Франции очень часто говорят, что все это от стресса. Что она ему выписала? Во-первых, он сейчас еще спит. Я не буду показывать, потому что сейчас утро. И она ему выписала цинк. Покажу, какой цинк ему выписала. Пропить цинк. Нужно мне посмотреть, сколько месяцев она ему выписала цинк пропивать. Но это я ему и так давала цинк. Но она ему сказала увеличить дозу. Затем на зиму она ему выписала совершенно другой какой-то препарат. Но сказала, что начинать пить, когда не будет яркого солнца. Тоже вам покажу, если интересует. Если нет, то я не буду показывать. Если кого-то интересует для подростков, то покажу. Затем сказала обязательно хорошенечко умываться и использовать вот эту мицеллярную воду от Биодерма. Мы сходили в аптеку, купили Омиселер Пюрефьян очищающая. Затем, когда будут высыпания. Но так как у него небольшие высыпания, то использовать вот такой крем-гель. Это у нас по-французски караспот. Его наносишь всего на 1-5 минут на места, где большие высыпания. И потом его смываешь. Так что будет использовать. Уже вчера использовал. И для волос, что ему выписали, ему выписали использовать вот такой шампунь 2-3 раза в неделю. Когда все закончится, перестать его использовать. И можно использовать вот такой шампунь от Биодермалоси. Мне кажется, я его уже показывала. Мы его купили раньше в аптеке. И она сказала, что хороший можно использовать. Если вам что-то хочется подробное, что сказала дерматолог-подростку, напишите в комментариях. Я сделаю отдельное видео. Вот показал продукты, потом вам расскажу, что помогло, а что не помогло. Ну, в принципе, у Владислава всегда все замечательно. Я вернулась из магазина, убрала все свежие продукты в холодильник. Потом вспомнила, что вам не сделала маленький обзорчик. Поэтому давайте вам по-быстрому покажу, что купила и сколько заплатила. Вы такой формат очень любите. Заплатила 27,55 евро. Центов, сантимов, кто как говорит. И купила, ну, не очень много. Зачем я хотела? Я хотела за растительным молоком, потому что на кокосовом молоке я делаю какао. Кто еще не посмотрел, как я делаю какао на ночь, обязательно посмотрите. Просканировала это молоко от Интермарше. Очень хорошее. И наше любимое миндальное молоко без сахара от Бьорки. Итак, сколько стоит? Миндальное молоко стоит евро 94, а кокосовое стоит 2,19. Затем, что я еще купила? Купила, буду показывать в холодильнике. Яйца. Яйца 6 штук. Вот такие я беру яйца с лейблом Руш, фермерский. 6 штучек. И сколько они у нас стоят? Сейчас буду смотреть, сколько стоят. Стоят они у нас 2,74. Затем, сейчас, наверное, буду сначала расскажу, что здесь, а потом уже другое. Купила тунец, чтобы добавить сегодня в салатик. У нас одна банка есть, еще одну купила. Такой тунец, приготовленный на пару. Здесь написано 2,3. И это очень хорошая марка. Птинавир. И без масла. Мы любим масло добавлять сами. 2,30. Стоит здесь сколько грамм? Сейчас я вам скажу. 130 грамм. Добавим еще одну баночку. Будет сам о том. Затем сухой лук. Купила. Свежий лук был ужасно дорогой. Малюсенький, прям малюсенький. Пусть штучек там, несколько перышков, 2 евро. Но у меня есть мой лук. Я забыла, что у меня есть лук. Представляете? Вот. В огороде. 0,97 центов. Ну, пригодится все-таки. Затем купила салатик пакет. Рукула не буду показывать. 2,58. Затем смотрю, смотрю, смотрю. Это у нас кокосовые сливки. Мне захотелось приготовить лапшу, которую я делаю конжак. С кокосовыми сливками и с куркумой. А может быть приготовлю с какими-то другими специями. Я люблю добавлять кокосовые сливки, немного соевого соуса. Различные, различные специи. Очень вкусно, когда готовишь, когда смешиваешь кокосовые сливки с карри. И сколько у нас стоят кокосовые сливки? Евро 35. И купила я еще сыр и мясо. Сейчас сразу же вам покажу. Мясо у меня есть в морозилке. Тут 240 грамм. И еще есть в морозилке. Будет для всех. Стоит 24,96 килограмма. Это самое любимое наше мясо, которое очень-очень мясное. От Шираль 5,99. И курочка нашего региона. Стоит она 263 грамма. 3,88 килограмм. Стоит почти 15 евро. 14,75. И сыр был ракфор. Я уже его убрала. Сколько я за него заплатила. Сейчас тоже посмотрю. Лена не подготовилась. Ну, все как есть. На самом деле, он уже, Александр, пришел с работы. А вот она. Так, 2,67. Блё я купила. Блё из козьего молока. Вот такая у меня была сегодня закупочка. У нас с Александром вечерняя прогулка в 10-м часу. Когда-нибудь жарко. У нас сосед тут так красиво подстриг все свои деревья оливковые. Вчера весь день он стриг. Любитель красоты. Прям вообще супер. Как мне нравится. И на пол нидяне все-таки бассейн. Все нормально. Красота. Сейчас немного с Александром пройдемся. Перед сном. А то сегодня было очень жарко. А вечером хорошо. Вот кошка умывается. Спать готовится. Сейчас прочитала комментарии. Многие меня спрашивают. Лена, а ты сказала, что Даниэль установила кухню. Ты уже ее показывала, где можно посмотреть, какая получилась кухня. Нет, мои дорогие, мы еще к Даниэль не ездили. Может быть на этих выходных. Если все будет нормально, то обязательно съездим. И я покажу. Даниэль привезла Владислава. И она мне показала небольшое видео, которое снял Владислав. Какая получилась кухня. Кухню она заказала оливкового цвета. Я думаю, вам интересно будет посмотреть. Но, конечно, все изменилось. У нее шли работы. И до сих пор идут работы. Потому что Даниэль решила поставить кухню. Потом она решила переделать полы. Переделать плитку. Потом вдруг она решила переделать плитку в салоне. И так постепенно, постепенно начинаешь одно. И понеслось. Поэтому, когда у нее все закончат, я не знаю. Но как только поедем, я попрошу у нее. И обязательно вам покажу. Сколько это у нее вышло, я не знаю. Я постараюсь спросить. И если она согласится сказать, я вам обязательно все расскажу. Сколько это будет стоить. Но она сейчас еще занимается другой небольшой проблемой. Потому что от всего этого стресса, и когда ушел Лильян, все равно она переживает. И все равно, я думаю, что ремонт она начала из-за того, как говорит мой муж Александр, чтобы не приходили так часто воспоминания. Потому что все-таки любое место, куда она заходит. Лильян очень любил быть на кухне. Он любил готовить. Помните, его все рецепты есть на канале. Он постоянно там что-то готовил. Вот она сейчас решила переделать плитку тоже в ванной комнате. Что-то еще там переделать. Потому что Лильян всегда, ну за подробности простите, когда он там умывался, он включал радио. Там мог запеть, как Владислав, или еще что-то. Но я думаю, как вы думаете, чтобы немного вот что-то изменить, она затеяла этот ремонт. Я не знаю, поможет ей это, не поможет. Но все-таки я вижу, что она переживает, хоть и сильно не показывает. Старается она у нас такая, достаточно энергичная, позитивная. И поэтому она у нас как батарейка-энержайзер. Но все-таки у нее вдруг ни с того ни с сего на одном глазу в ней возникла розация. Я даже не знала, что это такое раньше. У нее была как небольшая аллергия. Поначалу несколько таких красных прыщиков. Она ходила несколько раз к дерматологу. Ей все время говорили, что это там от стресса давали какие-то небольшие препараты, мази. Вот она их использовала. Сначала она вообще думала о аллергии на какую-то косметику. Потом постепенно все это стало больше, больше, больше. И вдруг вот этим летом розация, ну она прям заполнила почти весь глаз. И когда вот там все это разузнали, ей сказали, что это вот такое заболевание. В принципе, я, если правильно поняла, если у кого-то есть, напишите в комментариях, как вы с этим справляетесь. То есть она в основном обостряется летом, когда жара, когда человек потеет. Она может возникнуть вот у Даниэля в уголке губы. И также вот на одном, в правом, кажется, или левом, не помню. Ну, простите. Она, конечно, говорит, что это трезамбитаун, то есть это очень неудобно. Она стесняется, и она носит постоянно очки. Но доктор сказал, что теперь это на всю жизнь. Так что так. Так что Даниэль у нас и ремонт, и здоровье. Я говорю, когда вы будете отдыхать? Она говорит, ну отдохну уже, наверное, осенью. Может быть, снова поеду в Испанию. Поэтому, мои хорошие, если будет возможность, я, конечно, вам поснимаю кухню, как у нее получилось. Она там ждет еще новую плиту. Еще что-то она мне сказала. Потому что, когда она покупала кухню, ей подарили плиту, посудомоечную машинку и вытяжку, кажется. Вот. Все вам покажу и сделаю обзорчик. Если интересно, пишите в комментариях. Сейчас я уже, сейчас я хотела сходить и посмотреть, когда у нас рынок. Я думаю, раньше он был по вторникам. Но вот не знаю, перенесли его в летнее время или не перенесли. Но Лена же, как всегда, прокопается, проснимает видео, отвечает на все вопросы. Сегодня еще заказали меню. Кстати, на моем сайте есть ссылочка всегда в инфобоксе. Похудей Франция. Есть замечательные готовые французские ПП меню, которые вы можете заказать. Ваш заказ вы оплачиваете. Или напишите, откуда вы, если не сможете по Пепале платить. И мы там вам поможем. И этот заказ я вижу, что вы оплатили. И лично я вам высылаю это меню и различные подарки. И также еще на сайт мы не дополнили. Есть разгрузочная неделя, которой можно придерживаться 1 или 2 недели на 1100 калорий. Очень сбалансированная неделя. Хорошо все теряют на ней вес. И очень-очень вкусная. Тоже ее можно заказать. Ладно, мои хорошие, побежала я. И до встречи. Влада у меня попросил киш в лаваше. И так как у меня вот этот красивый лаваш, который на базе сока из свекольного сока. Смотрите, какая красота. Пахнет просто прелесть. Рецепт есть на канале Худеем по-французски Сильна Франция. Вот тоже пирог яичный в лаваше. Очень-очень вкусно. Корочка получается тоненькая. Хрустящая. Обязательно попробуйте. Девочки, кто живет во Франции, я говорила, что я покупала этот лаваш. Он называется в магазине Lidl. Здесь у меня индей. Нет, это курочка с паприкой. И там размораживаю корень сельдерея. У нас старшая наша племянница Маржури. Вы ее видели, она приходила к нам в гости. Это дочь брата Александра. И она очень любит ездить в Диснейленд. И с самого детства она просто его обожает. И вот они недавно с друзьями поехали в Диснейленд. И смотрите, что она привезла для Влада. Вот такую кружку. Единственному, кому она привезла подарок, она говорит, моему кузену маленькому. Он самый маленький у нас, поэтому для него подарок. Смотрите, какая кружка из Диснейленда. Что тут написано? Je suis un adorable petit monstre. Это значит, я маленький, замечательный монстр. Ну, adorable можно перевести по-разному. Добренький монстр. Вот. И здесь такие монстрики различные. Владислав прям был в восторге. Говорит, мам, у меня теперь такая чашка. Я буду завтракать только с этой чашкой. Но он по-настоящему маленький, замечательный монстр. Монстр у нас в кавычках. Очень-очень жантий. Жантий это очень хороший. У него характер. Он бывает взрывной, как у Лильяны иногда. Но все со своими характерами. Поэтому Маржоли сделала ему вот такой подарок. И он в восторге. Спасибо. 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 Спасибо.